Чен Вей Син 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 С детства мы очень дружили, а потом жили вместе, раньше очень дружны, до сих пор сохранили очень хорошее отношение. Так вот, Владимир, играя с игроками, с защитой, кстати, в Санкт-Петербург. Победитель универсиады, по-моему. Да, 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 именно это он. И хочу сказать, что тот объем, тренировочный объем, который они проходят в Китае, он Чен Вайксинь, да, но здесь, конечно, очень спокойный за столом, да. Это то, что Владимир, то спокойствие, которое ему нужно, когда он теряется, да. А то, что Владимир играет здорово, это... Яну Вальнеру, ну, у Володи голова тоже светлая, он... Способами он добивается победы. Все, что он делает, это нацелено на победу. Нет никаких, скажем, развлекательных... То, что... Ну, вот Чен Вайксин понял, что нужно искать... Между спортсменами, это, как бы, считает... Любую возможность ищет Чен Вайксинь для того, чтобы от своих защитных действий перейти в нападение. Срезав или вернув врача, безумное количество времени проводит в атаке голос английского комментатора. Это Мэтью Сайд, очень известный спортсмен, англичанин, который уже завоевал репутацию отличного комментатора. И первый признак того, что человек готов к действию, как... К примеру, тот же Чен Вайксинь мы видели в цикле игры, то есть... Все мысли подключены для того, чтобы выиграть следующее очко. Один с ноль все равно. А свое он делает. Да, выигрываете очко, да. Может даже похлопать и дальше идти, и выигрывать дальше. При этом... Подбежать, да, присесть. Ну, вот, считайте. Раз. Это так... Два. Мимолетно, нам кажется, что действительно. То есть все это... Работа ног, подход огромный. Настольному теннису. Сколько лет он отдал. Второй сын в его семье, да. Присылал он мне фотографии при рождении. Очень интересно. Маленький Вова Самсонта. Первого сына. Да, и сам радует. Да, действительно, это очень интересно. И очень с Владимира игра с защитником отбирает очень много энергии. Не забывая то, что соперник тоже очень агрессивный. Он тоже проиграл. Все это... Случай, ему... Он потянул предплечье, о чем говорил уже постфактум в своем интервью. Ну, в принципе, может сравняться и здесь. Главное, чтобы со здоровьем все в порядке. Опасная вещь. На последнем Кубке мира за три дня турнира трибуны организаторы этого турнира надеялись добиться такого же результата. Единственное, ноги шире ставь. Вроде бы ногами везде успевает, Володя. Да, может подслушивать, так что хорошо, что он не... Вот, ну, сейчас посмотрим, как Владимир... Ну, видите, уже 3-0 повел. Да, ну... Потому что мяч-то очень сильно запилен и прилетает. Вот, смотри. Потеря силы и энергии, про которую рассказывал Владимир, когда рассказывал по ТОЖ. ...возгласами Влади-Влади. Да, я думаю, что один из таких носителей зрительской любви Владимир. Тихоньку так становится даже шоуменом. Летом был выставочный матч и постепенно, может быть, перерождается из профессионального теннисиста, хотя мочевых моментов сегодняшней встречи. Вова поменял подачу, левую подачу, подал впервые за матч, действительно. Послушался советов. Атаковать, но так атаковать, что Чен Ваэксин сумел перехватить. Предплечье, кисть и не забывайте, что Владимир под вами. Весен, это очко. Но все чаще и чаще именно он первым ходом атакует. Мимо мяча махнул, а это в случае с Владимиром крайне редко. Он очень редко теряет просто. О, за стол 8-8. Да, это после 6-1 все-таки нехороший признак. Да, как мы говорили, когда 2-0 он вел, и вот Дмитрий говорил, что это еще ничего не решено. Вот мы видим подтверждение слов Дмитрия, конечно, уверенности. Вы посмотрите, вот я говорил про... Ой! Даже не рыпнулся. Это признак великого мастера просто. Да, дотянул. С 2006 года Питкевич сейчас дает очередные наставления. Сейчас у нас Дима подслушает, что он говорит. Дима, ползком, ползком. Питкевич, пожалуйста, подслушай, чтобы все... Марина Чекалова попросить чуть побольше вывести интершум. И тогда Александр Николаевич Питкевич будет давать нам... Давайте посмотрим, сейчас чуть-чуть отдохнувшим мощные атаки, которые Владимир... Ух ты! Надо выдрать три волоска. Закатать. При том, что Влад... Не разбегать. Добиться результата желаемого. Топ-спин Владимира слева, кстати... Трудно предвидеть, что трудно поверить. Контрольный, знаете, обводящий или там выводящий Владимира на правый топ-спин. То есть по направлению. Так же, как у Янова Вывальна. Где атаку справа. Так, выровнял. Для себя, для своих атакующих ударов тем, что все время неудобно сопернику дает. Посмотрите, видите, он пойдем в Ференс уже, хватит уже публику веселить. Нечего мне делать. Да, хотя такой... Ищет, ищет, хотя очень сложно с Владимиром в такой ситуации. Он тоже неплохо играет. Себя китайцы, как говорят, люди с книжечкой чемпиона или мастера спорта. Советского Союза обыгрывают таким там управдом. И такого человека, который мог сказать, я никогда не играл на Столин-Тринске. Все когда-то играли, и действительно это было общий доступ. Ну и предоставляют просто шансы доиграть этот матч. Четырехкратный матч. Пол у Владимира. О, сейчас Чен попытался продолжить. Нет, попытался продолжить и как раз шоу показать. Но Владимир как бы дал ему возможность проиграть шоу, но Чен не справился. Да, Владимир выглядит слегка утомленным. Но теперь он будет играть в полуфинале. Сванхао. Намного более тяжелый будет поединок. Да, Владимир тяжелый. Главное теперь физически восстановиться. Да, да, да. Вот, кстати, очень интересный человек. Массажист. Спасибо. Спасибо. Спасибо.